Святое, дети — это главное, дети — это наше будущее. И поэтому фестиваль «Сто городов России», в общем-то, имея такую обширную географию, сумел проникнуть в разные точки нашей замечательной и необъятной Родины и отыскать там талантов, которых вы сегодня слышите здесь, в этом замечательном зале. Спасибо, Павел. Мы приглашаем на сцену солистку Мариинского, всемирно известного театра оперы и балета, подборные аплодисменты члены Комитета Государственной Думы по культуре, учредители благотворительного фонда Марии Максаковой-Игенбергс, депутата Государственной Думы Российской Федерации Марию Петровну Максакову-Игенбергс. Мария на сцене и мой рассказ. Мария ведет, Максакова ведет активную деятельность, направленную на помощь талантливым детям. Это проведение мастер-классов на базе музыкальных школ города Астрахани, это организация и проведение конференции преподавателей музыкальных школ и школ искусств, это организация поездок учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств города Астрахани на концерт культурно-социального проекта «Музыка детских сердец» в Московском театре «Новые оперы». Это и благотворительные концерты, очарование русского романса с оркестром народных инструментов имени Макова, Астраханская государственная филармония в театре оперы и балета, с песней по жизни, с камерным оркестром Астраханской государственной филармонии, это съемки передачи «Династия летчиков» из цикла «Астраханские династии», организация сольных концертов студентов Астраханской консерватории, и, конечно, мы любим они, когда вы с Василия Слава Уэллза ведете на канале «Культура», «Романтика романса» в замечательном программе. Мы рады, что вы сегодня здесь. Я благодарю вас за такую высокую оценку моей струбной деятельности, и раз еще упомянули «Романтик романса», с 7 апреля в эфире будет передача, посвященная 110-летию «Со дня рождения моей бабушки», бевица народная песня Рисуссо-Союза Мария Викторовна Максаркова. И я вспомнила об этом, потому что именно благодаря ее усилию, когда-то в Астрахани была открыта консерватория, именно в Астрахани, а не в Болгограде, где, собственно, планировалось, и многое-многое надела к культуре края, и нашла Машкину, которая потом, так сказать, выполняла под Лавансклава Большевого театра. И, собственно, именно поэтому мои взоры были в первую очередь обращены именно в Астрахани, когда я учреждала свой фонд. Но, безусловно, наверное, может быть, и немало сделано, хотя я, конечно, хотела бы сделать гораздо больше, я в ней сделала чуть-чуть всю область, и в районе из Астанавы, потому что мы выявили специфику талантового ребенка, иногда ребенок, который лучше подготовлен, может, менее опытному педагогу оказаться более талантливым, нежели человек, который более талантлив, но меньше подготовлен. Поэтому я это проделала сама, и, собственно, из этого вышел проект, который, надеюсь, теперь будет общероссийским, даст лук, может быть, и мы его осуществим, это, да, детское арт-бюро, такой интернет-портал, который должен был бы охватить всех талантливых детей России. И я считаю, что сообщество, что вы отметили мой вклад, пока довольно скромный, и для меня, конечно, это очень лестный и аванс, но, видя в Государственную Думу, я очень плотно работаю над церковным проектом по ментинамству, Санислав Сергеевич Поворотник, Санислав Сергеевич Поворотник, хотел бы это видеть в качестве рамочного закона, потому что я думаю, что многие здесь сидящие люди, присутствующие, сталкиваются с теми несовершенствами нашего законодательства в области благотворения и деятельностей, сталкиваются в этом инициативе ежедневно, и я очень надеюсь, что все, кто здесь встали находятся, наверное, поддерживают нашу инициативу, нам придется бороться, потому что все эти наши начинания абсолютно невозможны, если мы не получим никаких налогового возглавления для благотворителя, чтобы это стимулировалось, соответственно, как бы не государственным образом. Так что, спасибо. 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 Мария Марсавра, наш семья.